14 ноября Ульяновским районным судом вынесены приговоры в отношении бывших педагогов детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей-родник, расположенного в селе Максимовка. Напомним, в начале июля инструктор по труду и заведующее отделением детдома прижгли утюгом ягодицы 13-летнему воспитаннику-инвалиду. Марина Якунина и Татьяна Ключникова признаны виновными в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и в умышленном причинении вреда здоровью. Когда этот вопиющий случай стал достоянием гласности, обе обвиняемые были привлечены к дисциплинарной ответственности и уволены с своих должностей. Кроме того, должности лишилась и директор детского дома. Еще двум сотрудникам родника объявлен выговор. Приговором суда Марине Якунине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ, а Татьяне Ключниковой – 1 года и 2 месяцев исправ работы. Кроме того, на срок 3 года они лишены права занимать должности, связанные с работой с детьми. Специалисты регионального управления МЧС подвели итоги работы за 10 месяцев 2016-го. Так зарегистрировано 953 пожара, в которых погибли 62 человека, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Причем наибольшее количество погибших, а именно 46 человек, на момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, самое малое число ЧП, всего 5, случилось по причине нарушений требований эксплуатации домового газового оборудования. В Ульяновской области за последние 3 года зарегистрировано 18 пожаров, причинами которых явились нарушения требований по монтажу и эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В том числе один пожар в 2014 году, 12 и 5 соответственно в 2015 и 2016 годах. Факты гибели и травм людей на указанных пожарах не зарегистрированы. В настоящее время разрабатываются графики рейдовых осмотров многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов. В первую очередь, внимание будет уделено местам проживания многодетных семей, одиноких и престарелых, а также социально неблагополучных граждан. 15 ноября 2016 года Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище отмечает свое 25-летие. Оно было создано в 1991 на базе гвардейского, высшего, танкового, командного, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды училища имени Ленина, которое в свою очередь основано в 1918 году. У наследовав регалии танкового училища, Ульяновское Суворовское стало первым и единственным гвардейским, трижды орденоносным Суворовским военным училищем в России. В июне 2008-го оно вошло в состав военно-учебных заведений воздушно-десантных войск с непосредственным подчинением командующему ВДВ. За прошедшие четверть века из нашего училища выпустились порядка 4 тысяч человек, большинство из которых поступили в вузы Российского Министерства обороны. Более ста выпускников окончили Ульяновское и Суворовское с золотой и серебряными медалями. Субтитры создавал DimaTorzok